Добрый вечер всем, надеюсь меня слышно, видно, а вот и Натаги. Здравствуй, привет-привет, как слышно? Нужны наушники или хороший звук? Ну, вроде хороший, вроде все в порядке. То есть наушников не нужно? Пока вроде эхо нет, вроде нормально слышно, если будут какие-то другие комментарии к звуку от себя, то будем тогда учитывать. Хорошо, но я, в любом случае жизни, у меня все с собой. Это уже черта профессионала. Видимо, ты давно работаешь в варианте онлайна. Как бы непонятно, от чего зависит, а бывают разные случаи, потому что порой... Да, конечно. Давайте тогда приставимся. Да, да. Секундочку есть. Да. Ты начнешь, я начну. Ну, давай я начну с тебя, а ты уже тебе расскажешь более подробно, да. Я скажу, что мне как арктерапевт, да, вот познакомилась сначала с своими картами, и они мне понравились в работе для себя. Да, «Время чудес» — это уже следующая колода, потому что это была сначала терапия с счастьем, тоже синие котики такие, обожаемые просто мной. Да, очень интересные сюжетные карты, и мне потом было очень приятно познакомиться с тобой лично, потому что всегда интересно, какой человек их создал, какой человек придумал создать карты, техники. И вот хочется о тебе больше узнать, именно вот как ты вообще придумала вот эту колоду, другие колоды, да, вот с чего вообще началось. Добрый вечер. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Да, и поэтому вот сегодняшнее интервью — это не только вот, да, как бы рабочий момент, а очень хочется узнать о тебе что-то, вот как о человеке, как о мастере, потому что я знаю, что очень много есть желающих создавать свои карты, создавать свои техники, но иногда вот чего-то не хватает, да, вот какого-то полшага почему-то не хватает. Расскажи про свой опыт, как у тебя это сложилось, и, конечно же, как у тебя появилась идея с этими синими котиками сделать такое отдельное действительно чудо. Ну и про другие инструменты, да. Вы просто напишите, что вам интересно, а потом будет всё равно же техника какая-то, и пока вот вы пока слушаете нас и собираетесь, просто напишите, что я сегодня готова, я снял без списка, без листочка. То есть я буду ориентироваться на то, что пишут наши зрители, если вам какая-то интересная тема сейчас проработает, то я уже так в своей памяти возьму технику, и уже от того, что будут писать комментарии, то мы потом уже сделаем технику относительно того, что будут писать наши зрители и слушатели. Вот, а сейчас расскажу, пока вы думаете, что у вас сейчас самое важное, самое главное, пишите ваши запросы в комментарии под этим видео, а я сейчас буду рассказывать, что стоит за этими котами, что стоит. Да, да. Это такая позитивная психология, можно так сказать, и, конечно, вот такая универсальная колода, которая у меня сейчас в руках, «Время чудес», там 80 карт и очень красивая мишечка-инструкция на 12 техник, потому что я тоже делала недавно вопрос, одним, говорит, я бы хотела немножко делать переорганизацию этих колод, и одно издательство хочет мне помочь исполнить моё желание, и я спрашивала своих подписчиков, что они бы хотели, что они бы хотели, больше карт в колоде или потолще книжечку, ну, разные, по каждому своё, потому что книги как такие в книжечке не нужны, то есть если ты работаешь давно в арт-терапии с картами, то ты просто смотришь, откликаешься, то есть я выбираю, например, и вот я как раз отвечу на этот вопрос, как выбрать для себя колоду. Если она тебе нравится, если от тебя она откликается, чем ты зацепила, и как бы ты видишь эти карты, и ты от этого, вот они тебя цепляют, какая-то реакция внутренняя есть, значит, это колода твоя. Если тебе какие-то, вообще она не лежит, то лучше её не покупать. Вот я всегда этими своими собственными переживаниями, я и покупаю вещи так же, я и покупаю программы, получающие тоже по этому принципу. Оно должно внутренний отклик. Не то, что кто-то тебе порекомендовал, это тоже важно, но даже если тебе кто-то рекомендует, оно не всегда заходит. Вот. Нужно прожить, прожить, посмотреть, вот даже попросить там у тебя, у меня, например, может есть какой-то видеоролик с этими картами, есть, например, у меня есть видеообзоры. В любом случае спрашивать, вот. И если есть возможность, то, конечно, я вам и покажу карты, и в электронке есть варианты, то есть просто... Да, я ещё маленькую ремарочку, вот ты сказала про позитивную психотерапию, но я хочу сказать, что вот как психосоматолог, да, мне эти карты, терапия счастья, именно, хотя они такие позитивные, но они очень классно помогли работать с симптомами болезни. Спасибо за это. Прекрасно работают. Отлично. Я, кстати, вот из-за ваших опеков именно коллег, узнаю ещё больше, вот, как вы их применяете. Я очень сильно рада, я так узнала, что работают наши девочки с пограничниками и с... А то я так тоже благодаря вам узнала, я также узнала, что девочки работают, логопевты, и те, кто работает именно с детьми. Я понимаю, что вот такие радостные истории, там всё равно какое-то детство есть в этом, там, внутренний ребёнок или действительно ребёнок, но вот я, конечно, ориентирована была больше на отношения и на проработки вопросов каких-то, но, видимо, они всё равно остаются по-разному. Да, да. Ну вот, так что я вот так, в общем, объяснила, но сейчас расскажу изначально, как я пришла к этим картам. Вообще, к метафористым картам было интересно. То, что я работала с коучем от Ицхака Пентусевича, я была на одной обучающей школе, как написать книгу. Вот, книгу я не написала, но зато я от этого сопровождаю. Там, например, была программа с поддержкой коуча, у тебя было там, не знаю, 3 или 5 часов, которые ты можешь поработать с коучем. И я как-то такая далёкая от этого всего, я так, ну, не знала даже, что спрашивать, ну, что там с этим коучем работать? Ну, я вроде бы книжку хочу писать, что мне этот коуч даст? Я как-то, ну, не совсем понимала, зачем именно нужен был коуч. И она как-то случайно, ну, как бы, так какой-то темы особо не было для меня, чтобы проговорить с ней особо. Я тогда её что-то спросила, и она рассказала какой-то свой личный опыт, что её там сын поступает в институт, и она взяла в руки метафорические карты, ему расклад какой-то сделала. Я так думаю, так, стоп, что такие метафорические карты, почему я по сегодняшний день ничего не знаю? И она так мне случайно, вот, может, где-то 2 минуты, вот, просто 2 минуты рассказала, она не сказала, она просто мне образ создала, потому что она, я даже не знаю, по сегодняшний день. Потому что она, я как сегодня помню, она сказала, что вот там был какой-то, вот, сосуд треснувший, и из этого сосуда треснувшего как-то шла водичка или что-то там такое. И я помню, как интерпретировала эту карту её сын, но настолько мне как-то тогда залегло, я начала гуглить, что это за такие метафорические карты. Оказалось, что... То есть тебя вот заинтересовало это как способ находить ответы для себя какие-то, да? Правильно поняла? Да, мне так стало тогда интересно, это очень давно было, вот, но я, к большому сожалению, тогда вообще не понимала, ну, что есть такой, как бы, инструмент. И, как бы, сходу мне попался на глаза курс обучающий по созданию колод, я так думаю, ну, как вселенная сразу, вот, есть у меня запрос, сразу, вот, прямо вот, я так посмотрела, там мне вот те карты нравились, там мне то нравилось, а вот я думаю, а вдруг почему бы не создать своё что-то? И так как-то оно пошло, и так она мне, этот курс мне откликнулся, и там группа была, кстати, у этой нашей преподавательницы, это была первая группа её, вот, и с нашей группой очень мало кто выдал карты. И тогда же мы работали в парах, и там даже девочка была фотограф, у неё, например, очень красиво работает, она работает сейчас как фотограф, кстати, вот, только что была Анна, вот, не знаю, она нас слушает, нету, как раз, а с Анной она как раз и работает, её делает фотосессии. Да, и напомним сразу, что те, кто присоединились, могут писать свои запросы к Наталье, и она потом запустит технику, да, для того, чтобы помочь поработать с этим вопросом, да. И зрителей сделать. И вот, мы работали в парах, и каждый раз с новыми, каждая, мне девочка рассказала, как я на тему делала, вообще идеи у всех нашей группы были очень интересные, например, если честно сказать, все идеи, которые были, имели право быть. Но, к сожалению, прошу, вот, потом, как бы, были какие-то у каждого блоки. У одного было, что нужно там регистрировать для создания патента, там, что-то, их как-то там, ну, как бы, вот, с разной момента, другие переживали, а если идею украдут. Ну, у каждого своё откликалось. Ну, на самом деле, хотела, думаю, ну, как бы, думаю так, если кто захочет украсть, например, твою идею, если её захочет, кто-то твою картинку, там, например, там, скопировать и выдать как свою, он это сделает и не будет тебя искать. Вот. Кстати, что хочу сказать, я даже эти синих котов тоже видела отдельно в разных колодах. Ну, я, ну, там, не сообщала это автору художнику, потому что ответственность лежит на каждому человеку, кто это... Потому что за каждой картинкой стоит художник, вот, и художник имеет право кого-то, так как это художник, художница, и она продаёт свои, например, картинки. Мы, наверное, вот этих котов видим, конечно, и на, вот, на магнитиках, на тетрадках, на ещё каких-то магазинах. Да, вот, ну, это и на календарях, вы, наверное, тоже их видите часто, вот, и в, ну, такие записные книжки, там, ещё там, ну, и на футболках даже есть, ну, на разных, на разных. Вот, и на разных роликах не участвуют эти наши котики, вот, ну, опять же, художник, получается, это гонорар, это нужно понимать, потому что это искусство, это её работы, её сюжеты, её идеи. Вот, для меня сразу было понятно, что нужно будет договариваться с художником. Ну, к тому я веду, что это её авторское право, нужно, ну, как бы она там регистрировала, то, что «Синий код» — это её бренд, и, конечно, вот, я искала её в сетях, ну, вот, и нашла её БК, и как раз там... Ну, к твоей чести, да, и, как бы, наверное, тоже, как бы, понимание того, что заложено в эти карты, это, в том числе, и честность во взаимоотношении с автором этого персонажа, вот того, кто его создал. Вот, и я увидела у неё, что такой огромный у неё потенциал, у неё больше 200 работ уже готовых есть. Ну, к тому, что прийти к ней ещё был другой предпуть, и я к тому скажу, что я сначала хотела фотоколоду, как бы у меня девочки подсказали, что, вот, ну, есть стоки, есть, например, там, фото можно накачать, добавим сейчас вот это, по этой схеме, которая находится, мы это всё сделаем, вот, я накачала эти все фото, я начала их обрабатывать в фотошопе, ещё чего-то там разное, но потом, в любом случае, за этими фотографиями всё равно стоит кто-то, кто это делал, вот, то есть, как-то мне дискомфортно было до этого, вот. И потом я еду в машине, и слушаю такой репортаж, ну, кто не знает, я живу в Германии, у нас там с авторским правом ещё покруче, чем в Украине, и слушаю, и как раз у меня в голове крутится этот ролик с этими, вот, авторскими правами, как делаешь, вот тут я уже накачала кучу фото, кучу времени потратила на то, что я там разные программы, какие-то там изменения делала там, ну, если, например, разобраться, всё равно изначально был вот этот мотив этого фотографа, и слушая этот репортаж, что там девочка делала какой-то реферат по географии, и взяла с какого-то сайта фотографию там страны, потому что там реферат по географии было, и как-то, ну, она написала, где взяла, и потом её родители как бы дали, ну, как бы на её родителей пояс, что она взяла, как бы, ну, не согласовала авторские права этой фотографии, что 400 евро штрафов отдали, вот. Может, это иногда по радио рассказывают, какие есть, ну, как бы, случаи, чтобы, как бы, показательные были, чтобы понимали, что, ну, я не знаю, правда-неправда это всё было, но было сказано, а я как раз в то время, вот, как раз замылила вот эти все свои планы, кучу потратила, чтобы создать вот эти фотоколоды, потом параллельно искала ещё художника, с кем работала, мне кажется, даже в тот момент я уже начала художником работать, вот у меня как раз вышла вот колода «Судьбоносные решения», а вот она, 90-х, есть тоже очень хорошая колода, но мы рисовали её очень долго, потому что мы согласовались с художником всё, вот, сколько дней будем рисовать, как будем идеи эти все, вот, но всё равно, как бы, у меня в моём представлении они были совсем другие карты в итоге, как они получились, то есть, вот, художник писал акварель, например, а мне хотелось больше яркости красок, вот, тот художник, с которой я работала, она не работала в этом, ну, такое есть, как бы, уже рисуют же в компьютере, там, ну, как бы, такие вот рисунки есть, которые графические, вот, мне хотелось такого, она так не рисует, вот, ну, я у многих переспрашивала, как бы, вот, ну, как-то мне не получалось найти того художника, который был, и я взяла эту художницу, которая у меня, как бы, она рисует метафрические карты, думаю, ну, ладно, первый, первый, как бы, нужно тоже опыт набирать, всё равно нужно, например, как-то с чего-то начинать, и думаю, ну, ладно, деньги есть, всё есть, как бы, желание есть, вот, ну, попробуем. И я пошла на такую, как бы, вот, не то, что аферу, мотивы у меня были, и мы начали рисовать, вот, но всё равно я говорю, вот, смотрите, за два года, например, акварель немножко, ну, выцвела, ну, не то, что там её влага, вот, там, например, я хотела некоторые мотивы там по сканировать по-новому, я взяла, например, за два года, например, посмотрела, они уже начали вот цвет, вот, то есть, например, акварель – это немножко другой продукт, вот, но я просто хотела получить этот опыт, для меня это очень важно было, вот, я очень рада. Первая колода, а так какая была? Судьбоносные решения были, вот это. Это моя самая первая теничь, я её работаю, но я её хотела, я её работаю, у меня есть игра, вот, есть исполнение желаний, трансформационная игра, и я её как раз планировала, ну, и она так получилась, для отдельных инструментов, судьбоносные решения, и, конечно, для того, чтобы её, как причастовать, вот, прилучить в эту игру. То есть, я её и там, и там использую, но я просто думаю так, зная себя, вот, есть люди, например, которые видят хорошо конечный результат, а я такой человек, что мне нужно, вот, сначала, ну, как бы, вот, видеть, и я могу хорошо выбирать, но создавать мне очень тяжело это. Я подумала, вот, если мне Бог дал бы такого человека, что вот был бы художник, потому что у меня папа, например, художник, например, самой, я даже пробовала, даже такой вариант был, что я сама опробовала, вот, зарисовать, но мне это что-то вообще не то. То есть, я все варианты, ну, опробовала и отсеяла, как, вот, на фотостоках, но потом на фотостоках я подумала так, тот же самый сюжет может быть и, например, у Светы, и у Тани, и у Вас. Да, конечно, да. Что это именно твое, что-то личное такое. Я потом действительно, ну, картинку увидела уже другой нашей, там, девушке, которая в ее колоде есть, ну, вот, ну, как бы сразу результат налицо. Я все-таки решила сделать вот судьбоносные решения с художницей, но в голове все равно была такая идея фикс, что я бы хотела бы, чтобы кто-то, ну, у меня папа сам рисует, я, например, когда вижу готовую работу, могу сказать, нравится она мне или нет. Когда ты создаешь что-то сама или, например, с художником, никогда непонятно, что в конце получится. Вот. Думаю, чтоб готовый был у меня папа как художник, то у него есть картины, но, думаю, те картины, которые он рисует, ну, как бы мою тематику не совсем подходят, потому что там немножко, там, украинский стиль, вот этот, там, вот еще в башеванках, там, это все, он массово рисует, думаю, это еще долго, еще тем более. То есть я ему тоже предлагаю сотрудничество, говорю, хочешь порисовать, может, там, ну, как он, говорю, ты же рисуешь графику тоже. Он говорит, нет, нет, я с тобой не буду рисовать сейчас. Он молодец, он не смешивает ваши отношения, да, не добавляет рабочие. Или я с тобой села, просила, проработала. Даже мне было не то, что обратиться в моем городе, я родом с Тернополя, вот, я хотела даже обратиться в школу художественную, там, например, есть же, оп, такие какие-то, там, таланты, вот, и кто-то им может наработать. Потому что я знаю, что я приходила к одному знакомому, и он рисовал, там, гелевой ручкой, и у него так красиво получалось, когда я работала. Вот он просто себе, он работал как раз в секонд-хейте в Украине, в Тернополе, и вот пока там кто-то пришел, было много времени у него, и он так, такое, такие картины рисовал на полях, ну, просто на листочках, и четыре вот сидел, просто графику там рисовал, ну, красиво, красиво. Ну, просто у нас потерялся контакт, не знаю, ну, как бы он сохранил эти работы. Вот, например, действительно было бы тоже интересно, например, такие работы тоже, потому что они вызывают кучу эмоций. Вот, и я потом, ну, как бы начала погуглить, потому что они как-то попадались вот эти синие котель. Я начала высматривать, высматривать, и тогда я... Плохо слышно? Не, хорошо, хорошо. Не, потому что ты так прищурилась, как будто, ну, немножко так, ну, как... Не, где-то, когда ты двигаешься, немножко бывает так, что кусочек выпадает, какой-то звук выпадает. Зафиксировать. Да, да, зафиксировать. Ну, вот, и я тогда увидела как-то вот эти коты, и они меня так зацепили своей живостью, с какими данными. Это правда, очень-очень. Я больше искала, и я всё время как бы не знала, за что загуглить, чтобы эти коты показались. Вот. Ну, я потому что постоянно есть синий кот. Вот, думаю, ну, это же... Просто нужно забить в гугл, вот, синий кот. Я увидела в маме картина. Вот, ну, так. Если этот синий... Вот. Ну, мне, говорю, я пару картинок увидела, мне очень сильно понравились. Они... У меня сразу фантазия пошла, как их применять. Вот, я просто включилась я в работу. Думаю, так, раз столько много картинок есть, значит, есть автор. Я его... И я ее и на ярмарке мастеров увидела, эту Ирину Зенек. И в ВК, и в Фейсбуке. А мне кажется, она мне... Даже я ей на скайпе написала я. Вот, и она, мне кажется, на скайпе мне ответила, и мы как-то там нашли контакты. Потом я в ВК нажала на ее страничку, а там еще вообще такой интересный момент был, что шел опрос, где мы бы еще хотели видеть синих котов. Ну, Господи, как будто Вселенная мне сама посылает в сайт. Как будто все пазлы... Ну, она сама хочет куда-то там использовать, но мы обсудили некоторое... Мы даже еще по-другому было. Стоит девочка из курсов. Была там девочка одна, астролог, номеролог. Она говорит, Наташа, если ты так сильно так желаешь, посмотри-ка, дата, где она, когда она рождена, и мы посмотрим по звездам на собой личность, чтобы ты там, например, готова была, как с ее там умаслить. Например, как ты с ней так говоришь, чтобы ты... Вот, я нашла... Мы там смотрели по звездам, какая она собой представляет. Вот, что она собой представляет там по нумерологии. Она мне там голосовых там сообщений... Моя коллега тоже понаписывала, там записывала мне, чтобы я какие-то хотя бы чуть-чуть ее узнала. Вот, хотя бы, как бы, тоже не знаешь человека, не знаешь, как он отреагирует. Ну, в моем случае, я понимаю, что это творческая личность, и творческие личности очень важны признания. Это для меня самое важное было, это не было открытием. Ну, каждому человеку, кто работает в этом... Потому что я прочитала ее биографию, что она работала сначала художником, иллюстратором детских книг. Вон, Панкойнского она создавала, там еще чего-то. Тоже долго, пока она не создала вот этого сюжетного героя, который ей приносит сейчас... Вот, этого синего кота. Вот, и я так поняла, что она тоже долго шла к этой славе, этой мировой славе. Даже в Германии есть открытки с этими котиками, есть вот почтовые открытки с этими котиками. Думаю, раз она вот так, я отслеживала эти моменты, думаю, она в любом случае тоже знает, что такое хлеб. То есть ей не свалилось с неба, вот эти все сюжеты. Вот, и все было очень как бы... Я нашла, начала с ней общаться, у меня там голос дрожал, наверное, переживала. Вот, но она оказалась очень приятной, милой женщиной, разрешила мне... Я объяснила, что я хочу вот... Ну, спросила она... А я уже на тот момент видела, что кто-то уже потихонечку где-то эти пользуются. Ну, как бы у меня проскочили несколько сюжетов в других колодах. Вот, но я как бы как солдатик никого не сдала. Вот, не рассказала, что... Я ей спрашиваю, говорю, вы знаете, что такое металлургистская карта? И она, когда мне сказали, что нет, я тогда сразу поняла, что, думаю, иначе не занята, и ее даже никто не спрашивал. Да, да, получается. Пойман не вор. Вот, если не пойман, не вор, то, значит, вот, можно как бы работать. То есть, я имею в виду... Ну, не буду я же сдавать все там кому-то там в какой-то колоде, то есть, где я ее видела и все прочее, и прочее. Но суть того, что... А вот я с ней обсудила, она мне дала разрешение пользоваться, потому что я хотела... Я ей объяснила, что мне нужно протестировать, ну, как бы, как я работаю, поработать, например, с детками, взрослыми, чтобы понять, действительно, хорошо ли будет. Вот, она говорит, Наташа, не переживай, это золотое дно. Она мне там, как бы, рассказала. У меня прям какое-то благословение от автора сразу было. Она мне там рассказала, рассказала все, но в любом случае мне было приятно, что она хотела как бы работать, хотела тоже, как бы, входить в долю, в ее участие. То есть, ее авторский, она, конечно, заинтересована была. Вот, так что мне было очень приятно с ней пообщаться. И она мне дала разрешение на то, чтобы я пока для себя, для личного пользования электронным варианте пользовалась этими картинками. Или, например, если я хочу поработать с кем-то, могу для себя распечатать. Просто в том формате, когда есть. Если вы будете, например, искать в интернете картинки, то обычно эти все картинки имеют такие водные знаки Ирина Зинюк, если вы внимательно будете смотреть в интернете. Тут они все сняты, то есть, тут таких вот водных знаков нет, потому что это все куплено, то есть, оплачено. Абберский геннаберар, тут все как бы, все по-честному. Вот. И мы обсудили с ней, и я начала тестировать. Я на своих детках тестировала. Я начала работать, например. Ну да, мы как бы, важно, наверное, сказать о том, что у тебя же есть двое деток своих, которые всегда рядом. Рядом, и всегда им очень интересно. Вот я уже тоже девочкам рассказывала в других интервью. Я, что-то мне очень интересно было то наблюдать, как моя шестилетняя девочка, которая куча игрушек, ну, сейчас у всех детей очень много игрушек, вот, что взяла, например, две карты и как будто разговаривала, как будто это персонаж, одна карта и эта. Но она же никогда не видела моих вебинаров, она никогда не видела, как я работаю, она не видела, как я задаю вопросы, например, к этим картам, чтобы ее распаковать, информацию этой карты. То есть то, что я увидела, как она это делает, я так не делаю. То есть она как-то по-своему нашла свой механизм, как она работает, например, с этим котом. То есть, ой, там, я получила тебе письмо, например, ой, как мне это нравится. И она вот просто сидела и это все рассказала. Мне так приятно стало, думаю, вот ребенок, который привык, там, к таким мультикам, которые они вот, и вот это новое, совсем смотрят другие мультики. Вот, совсем другие, которые, как бы, вот они там смотрят какие-то там, ну, всякие они сейчас, эти покемоны какие-то, еще, я вот сейчас смотрю на эти фильмы и удивляюсь, что они смотрят там. Ну, им так заходит. Это новые поколения, они какие-то свои там, со своими инопланетянами. Ну, и коты им тоже зашли. Там все, коты зашли. Вот мне, что самое, мне тоже кажется, что они очень какие-то универсальные, что там и детям, и взрослым можно найти что-то свое, и сюжеты такие, что тоже у каждого, как бы, полет фантазии, да, есть, как бы, где ему разгуляться, есть, где как-то вот разложить, рассказать что-то, и ребенок что-то видит свое, взрослый свое, но обязательно что-то расскажет, потому что карты все очень такие наполненные смыслом каким-то. А благословение моей маленькой дочке еще было, она говорит, мама, когда тебе новая партия придет с Украины, с типографии, можно я себе ставлю колоду? Тут для меня это самое было важное. Да, да. Ну, как-то с осторожностью смотрит, даже моя мама, иногда, с чем ты занимаешься таким, непонятно, смотрите, как я долго занимаюсь, как бы, у меня, например, история моих личных карт три года, то есть у меня в этом году будет три года, как вышла первая моя колода, судьбоносно, можно праздник будет, с праздник, вот, судьбоносной решения, вот, а работаю я, ну, как бы, вот с картами теоретическими очень давно, то есть еще раньше, вот, и моя мама по сегодняшний день как-то так, ну, не знаю, как бы не нашла еще ответ, чем я занимаюсь для себя, ну, я для этого, иногда меня хочется немножко задеть там, например, бывают такие моменты, но я настолько знаю, что мне это нравится, я вижу результаты, я вижу ваши отклики, я вижу вот ваши виды, которые вы мне присылаете для личного пользования, как вы работаете, например, там, вот, даже девочка работала с трудными подростками, именно с этими срепоносными решениями, тоже на украинском языке, она там работала в таком детском клубе, вот, по работе с детками, то для меня вот эти все видео, которые вы присылаете, настолько мне уже за три года напомнили, что, например, кто бы мне что-то с радостью какие-нибудь говорил, что ты с ней какой-то занимаешься, я просто вижу результаты, и для меня это важнее, чем кто-то там у меня будет сейчас память, или что-то там влючит, или даже моя мама иногда когда мне говорит, ну, я не понимаю, чем ты занимаешься, но это, знаешь, как ты говоришь, что это новое поколение, для нее как бы и наше поколение, оно тоже новое, так же, как для нас поколение наших детей, да, и так далее, то есть, наверное, это такая преемственность, она существует всегда, потому что у каждого свои покемоны в каждом периоде, вот, и я тоже, как бы, вот отпускаю, значит, это покемоны, вот эти, у нас свои покемоны, то есть, я могу понять, что моя мама может не понимать вот этого, чем я занимаюсь, и почему она, потому что она говорит, это моя... Ну и да, это никак не обесценивает то, что ты делаешь однозначно, потому что я столько, столько я уже получила для себя, как бы, отзыва, что как бы становилась внутренняя вот эта стержень, что мне как раз уже, вот, чтобы кто-то не говорил, вот, мне уже как-то, конечно, мне безразлично, я не скажу, что я... Да, конечно, всегда хочется от мамы, всегда хочется услышать, да, поддержку, конечно. Ну, вот, что хочу сказать, вот эту первую колоду я создала на деньги своей мамы, вот, что при том, что она такая вот, такая вот рейдина у меня. Да, здорово. Говорит, Наташа, говорит, что тебе подарить на день рождения? Я думаю, что мне нужно там? Она говорит, знаешь, я хочу тебе подарить деньги на твоего художника, а я... Вот, что самое важное было, а я как-то в себе спланировала, стала как бы вселенной, Боже, пришли мне там пару клиентов, там, ну, я себе спланировала, там, запрос дала вселенную, всегда, как бы, вот, вселенную, дай мне знак, что это нужно делать, и чтобы я как-то за ним каким-то заходом, что-то там, ну, как бы, какие-то там свои консультации или что-то, кто-то на групповое пришел или что-то, ну, какие-то моменты, чтобы мне эта сумма пришла. И тут мама заходит. И тут мама. Мама с каким-то раскладом, но я думаю, раз вселенной не показывает, готова ли я ей взять, то есть это еще очень важный момент, готов ли ты другим каким-то путем получить то, что хочешь. Ну, думаю, тут вот мама, с одной стороны, с таким, ну, как бы, не презрением, а с такими какими-то своими мыслями всегда спрашивает, чем ты занимаешься, а тут прямо вот сама подправляет, и думаю, она... Все-таки поддержка есть, есть все-таки поддержка. Даже нет понимания, есть поддержка очень, она правда. Она тебе там 300 чем-то, там 350, это было евро для художника, вот что нужно оплатить было эту работу все. Она мне сказала, говорит, я полностью хочу оплатить художника для твоей работы, то есть так-то. Вот. Для меня тогда, ну, вот какая ты, с одной стороны, меня гнобишь постоянно. Я решила подарок сделать, ну, думаю, тоже. видимо, как бы, ей тоже материться, но мне для меня было очень важно, что она вот эту поддержку я получила от мамы, и вот как бы, вот, ну, чтобы она потом дала... Потому что она... Есть признание, есть признание, да. А сама-то мне дала художника. Конечно, ну, деньги, это же про ценность, да, то есть она же ценность определила, что это будет ценность, я вот пришла к одной колоде, мы завершили одну работу, я как бы увидела, как бы увидела отклик, потом пришел в мою жизнь магазин Маккартс, который заинтересовался этой судьбоносной решениями, вот они сами, очень интересно, даже через моих коллег, одна коллега, вот что, кстати, ваши репосты, благодаря вашим репостам, благодаря вашему участию, видят, например, наши видео, наши, например, какие-то там на Facebook, или что-то, например, вашим репостам, каким-то лайком, комментариям, видят ваши тоже друзья, и поэтому мы очень зависим от вашей поддержки, из-за того, чтобы тоже другие люди узнали о нас, вот, и как раз, вот благодаря, одна коллега сделала репост, и увидела как раз Ирина, увидела хозяйка Маккартс, вот мою новую колоду, и сама написала мне, вот, но, я тоже в этот момент как раз написала ей письмо, что у меня сейчас вышло, вот что самое интересное, было, то у меня есть Ирина, говорю, а откуда вы узнали, типа, о моей колоде, потому что как раз, вот, когда она, практически ее сообщения ко мне пришли, я только на email-адрес Маккартс написала письмо, вот, как-то параллельно пошло. Какая ты волшебница. Да, вот разных событий, и я когда вот вижу вот эти все пазлы, тогда я понимаю, что действительно нужно, потому что все откликается, все зеркалит. Может мы, может мы тогда перейдем, у нас как бы так, сколько у нас там, немножко больше, где-то около 25 минут, еще, да, и, ну, как бы в комментариях я не вижу, правда, что вы писали, но, да, у меня был разговор про интервью. Насчет вот признания, насчет, например, моментов, хочу сказать, что у вас внутренняя самооценка хорошая есть, это тоже зависит от планет, от того содействия, что вас сложили ваши родители. И обычно солнце, это правая сторона, это папина, вот, а левая, это маминя луна. И я, если, например, кто нас будет смотреть в записи, если кто будет смотреть даже сейчас, если у вас есть листочек А4, или, например, просто листочек, разбейте его на 4 графы, и я, например, вот раз мы все равно вот насчет признания, насчет вот поддержки на самом, самого самоценности, вот эти вопросы все равно сегодня всплыли, то как раз мы сделаем тогда тень, но насчет и я вас буду тогда показывать карты, а вот, и ты тоже как бы будешь тоже откликаться, если тебе интересно будет, тоже тебе не обязательно записывать, но, вот я расскажу, что нужно делать, мы возьмем, например, вот там четверть колоды, вот такую там, и я буду просто показывать вам карты, и вы будете отвечать на определенные вопросы, вот, вот, я надеюсь, видно, сейчас, вот, немножко я задела, вот, вот, и посмотрите, пожалуйста, на этого котика, и представьте себе, что это персонаж, ну, это просто стоп-кадр, и это котик, ну, у него есть своя полная жизнь, у него есть тоже свои, как бы, вы не концентрируйтесь, что это животное, что это мультик, или там что-то, вы просто смотрите, как на персонажа, вот, и задайте себе внутренний вопрос, такой, вот, у этого котика есть родители, есть ли у него поддержка от одного родителя, или от второго, или от обоих, или вообще никакой поддержки нет, вот, и в каждой, в графе нужно, например, разбить, эти вот, на листочке, если вы будете на листочке это делать, нужно разбить на 4 графы, то есть, есть поддержка от двоих родителей, есть поддержка от одного родителя, есть поддержка от мамы, или от папы, и вообще нет никакой поддержки у этого, и вы как раз очень много у себя, через эту технику, узнаете о своих, вот, каких там, вот, тех, на что у вас там внутри стоит, вот, в ваших блоках, какие-то есть, вот, вы много для себя, о себе узнаете тоже, потому что обычно мы отвечаем только то, чем сами наполнены, и как, например, видеть мир, вот, и, ну, смотрите сейчас, вот, на этого котика, и представьте себе, пожалуйста, что это персонаж, и ответьте, пожалуйста, если девочки смотрят, вот, тоже через комментарии, если есть у этого котика, поддержка от твоих родителей, или только от мамы, или от папы, или вообще нет никакой поддержки, вот, как вам кажется? Можно еще добавить, да, как, свое какое-то, я просто подумала о том, что иногда бывает такое, что кого-то нет в живых из родителей, да, но, как бы, поддержка все равно может ощущаться, то есть, я бы еще хотела сказать, об этом, наверное, сказать, даже когда родителей нету, но все равно, вот, ощущение того, что поддержка от них, есть она все равно может быть, или может ее не быть. Ну вот, то есть, пожалуйста, напишите, вот, как вы ощущаете, вот, и какими вы, вот, установками, вот, управляетесь, если вы, например, говорите, что у этого персонажа нету поддержки, нет от того, не от того, вот обоснуйте, пожалуйста, для себя, вот почему, например, у этого котика ни от того, ни от того нету поддержки. Вот такой, например. И для себя обоснуйте. Это очень важно отследить. Потому что мы как раз отслеживаем благодаря этой технике вот те установки, которые нас наполняют. Очень важно вот как раз понять, что если мы, например, кто-то скажет, у этого котика только хорошее отношение с мамой, например. А тогда спрашиваю, а почему вы так думаете, что у этого котика только хорошее отношение с мамой. Вот что вам именно внутренне откликается на то, что у этого котика только с одним родителем хорошее. Отследить нужно. Вот. И тогда, когда вы для себя, например, поставили там в первую, вторую, третью колоночку эту карту, тогда обосновали для себя, даже те, кто будут смотреть. Вот возьмем, например, еще одну карту. Вот смотрим, например, на этого нового персонажа. И также вот это хотя бы десять карт нужно так посмотреть и обосновать для себя, и очень сильно искренним быть самим собой. Потому что если вы хотите что-то узнать о себе, хотите узнать о своих установках, ну что у вас, например, там творится на вашем внутреннем экране, очень нужно честным быть, вот когда мы исследуем самого себя. Также вот брашиваем, смотрим на этого героя, на этого персонажа. На всех картах практически один и тот же кот, но разные события, разные вот как бы обстановка, и мы тот же другого персонажа уже по-другому оцениваем. Вот. Тогда вот я как раз тебя спрошу, Инна, как бы, как ты считаешь вот у этого кота, с каким родителем больше доверительные и хорошие отношения с папой или с мамой? Или с обеими родителями? Или как ты думаешь, он сам по себе, как бы вот, как тебе откликается? Ну, мне откликается, что у него хорошие отношения с обоими родителями, с обеими родителями, обоими, обеими. Да, что да, тут у него все в порядке, но он как бы, как я вижу, он живет себе отдельно от родителей с собачкой, вот он выходит прогуливаться, и после прогулки он еще заходит к родителям, а потом идет домой. То есть самостоятельно. Да, вот я такой, да, он самостоятельный такой котик, такой, ну, как-то вот в таких-каких-то теплых отношениях с родителями, ну, как-то, да, вот он себе живет какой-то своей жизнью, да. Для меня это так выглядит, эта картинка. Отлично. Ну, мне, например, сейчас пошла тема еще о сепарации, как раз когда ты рассказывала историю этого котика, то есть что он как бы отдельно живет, мне тоже это очень сильно понравилось, вот, и я подумала, вот как раз хорошо он как бы дань уважения своим родителям дает, но, например, он уже сепарировался взрослый котик. Да, да. Потому что он в 5-летие. И даже его хватает, как бы, да, его хватает на то, чтобы еще кому-то уделить тепло, вот какое-то внимание, да, поэтому он может тебе позволить погулять со своей собачкой, покормить ее, ухаживать за ней, позаботиться, то есть у него и хватает как бы времени и ресурсов каких-то, на это тоже хватает. Отлично. Вот, девочки, вы тоже подключайтесь в комментариях, а нет, то просто для себя, как бы, на все тратки описывайте, вот, героинь или, ну, какого-то персонажа, как вам это идет. Вот, пожалуйста, вот посмотрите на нового персонажа, тут уже у нас девочка, как вы считаете, вот, насколько ее жизнь, вот, зависит от родительского гнезда, вот, как у нее, поддержка есть от мамы, от папы, от обеих родителей, получила она достаточно любви, внимания, вот, вот, в детстве, вот, как у нее сейчас отношения с родителями, то есть, это тоже, например, можно, как бы, благодаря этим картам, можно тоже детско-родительские отношения проработать, как, например, вот, то что мы себе, как бы, такую мини-диагностику делаем, вот, и смотрим, она такая у нас задумчивая леди, вот, что-то себе загадала, что-то, вот, романтика у нее такая, вот, романтическая, такое настроение, вот, мне кажется, например, что у нее тут все отлично с двумя родителями, чтобы не говорить этого слова, которого не знаю, как хорошо сказать, вот, с двумя родителями, вот, и мы, опять же, фиксировали себя, чем мы обоснованы, тем, что она, вот, с двумя родителями, у нее два крыла, то есть, как бы, для того, чтобы человек, я к тому веду, чтобы хорошо он шел по жизни, и уверенность у него была, и, как бы, самоценность, вот, поддержка, если он получил, то, конечно, он как раз может и хорошо реализоваться в этой жизни, если у него есть два таких благословения, два крыла от родителей. в принципе, говорят, что никогда не поздно, как бы, сделать себе счастливое детство, да, поэтому шанс всегда есть, несмотря на то, что единственный и излюбленный ребенок, это про кошечку, да, Маш. Может, кошечка такая, вот, прямо согретая любовью, такая ухоженная, ухоженная, да, дамочка, да, вот, я обычно читала, что психолог говорит, спасибо за комментарии, на заднем фоне Солнца, это уже говорит о том, вот, о том, что если там, например, какие-то детали, вот, анализировать, это говорит о том, что с мамой у него хорошие отношения, но по, вот, по планетам, например, если смотреть, Солнце отвечает на это для отца, то есть, вот, в зависимости, как мы интерпретируем, но в данном случае нам, вот, оба образа подходят, как по психологии, что связь хорошая с мамой есть, то есть, это, видимо, у художницы хорошая связь с мамой, потому что она рисовала, всегда анализирует именно художника по этим картинкам, то есть, если, например, вот художница, она, как бы, задумывается, что рисует, то, значит, у художницы тоже хорошее отношение с мамой, потому что я часто вижу, солнышко на картинках, значит, есть хорошая связь, а вот с мамой, вот, так что, видите, вот такая девочка, вот, и обоснуйте для себя, вот, вот, почему вы говорите, что это излюбленный ребенок, и вот на чем вы базируетесь, вот, для себя, я бы, например, не знаю, как вы будете писать в комментариях, я, потому что она занимается любым делом, то есть она, вот, что не занимается тем, что, как бы, ну, даже она вот вышла в поле, разрешила себе почувствовать свободу, какого-то ветра, солнца, вот, такой, походить с этими дубанчиками, вот, для меня, например, вот, я, когда вижу ваши комментарии, то понимаю, что, как бы, исходя из этих комментариев, то я, например, тоже понимаю, что вот у нее все отлично, любимый ребенок, вот, вот, такой персонаж, потому что есть разные изображения, вот смотрите на этого котика, надеюсь, вам его хорошо видно, вот, о чем он думает, как он себя чувствует, есть ли у него два крыла поддержки от двоих родителей, вот, как он себя ощущает в жизни, как он, чем он наполнен, если было у него счастливое детство, или он смог это проработать с арт-терапевтом, психотерапевтом, там, как вы считаете, вот, о чем он задумался, или он беспокоится, вот, как вам идет, вот, это очень важно отследить, что с ним происходит, кто он, что он, что за ним стоит, вот, и вот, мы так вот это все выписываем, это хотя бы 10 карт нужно вот так, и отследить свои установки, то есть, что я вижу в них, например, вот, то есть, например, даже если вы видите какую-то грустную картинку, как вот, например, тут, что он там задумался, то есть идет ли вам отклик сразу на то, что он какой-то, ну, в каком-то дискомфорте, потому что мы иногда, само задумывание, не всегда, оно должно быть как-то негативно, то, что нам нужно и время иногда решить свои какие-то задачи, то есть, но опять же нужно отследить, что эти установки стоят за этим, и, как бы, списать это все, прописать, посмотреть, вот, кого у вас больше, например, если вы там хотя бы десяток сделали вот такой самоанализ, и прочитали свои установки, и уже, как бы, для себя у вас тоже картина, вот, проясница, проясница, как вы, вот, знакомых, как вы к себе относитесь, насколько важны вам, вот, одобрения, вот, ваших родителей, насколько у вас внутренний стержень, нехорошо, так, ну, это тоже может быть такое, потому что, вот, этот элемент оборванной цепи, может, человек, он тоже, наверное, будет прийти к такому осознаванию, что он что-то там, например, хотел себе что-то сделать, или как-то уйти из жизни, вот, это тоже может быть такое, вот, такой символ, например, как бы, откликнуться, что иногда, когда мы не внублены в детстве, то мы как будто чувствуем себя ненужными, вот, ничтожными тоже, можно так сказать, что я никто, ничто, и всё. Но если разбираться, наши родители нам не могли дать тепла или любви, потому что они действительно сами не знают, что такое, это тоже такой момент бывает, но этому тоже нужно прийти и понять это всё, потому что человек не может дать вам того, с чего он сам не знает, что такое, что-то, ну, что испытывает, и потому что он это тоже не получил у своих родителей. Конечно, очень большое благо быть такой солнечной девочкой, или, например, солнечным мальчиком, как вот этой карте. Ну, в принципе, оно же может и чередоваться, да, то есть как бы бывают же какие-то моменты в жизни, когда вот можно как эта девочка порхать, и вот такой вот день, когда всё удаётся, родители рады тебе, и ты им рад, а бывает такое, что что-то произошло такое, да, что кажется, всё, родители тебя как бы больше видят, не захотят, что-то вот такое случилось, и прям такие, да, такое состояние может быть противоположное. Например, когда я рассказала о карте, когда я вспомнила эту историю, что мама мне сама была, но при том она мне постоянно как бы вот там говорит, ты там всякие магией не занимаешься случайно, там вот всё время меня там тестирует, греба. Да, да. То есть с одной стороны так, а в тот момент, когда она меня критикует, и мне что-то там такое говорит, я думаю, мама, ты что, соной смотрелась, опять взялась за своё. Я думаю, ты что, мне не доверяешь, меня не любишь, ну вот такие вопросы. Но потом, когда я вот при этом подышала, типа, ну так ты же сама мне деньги дала, и, ну как бы, в бизнесе сделала, именно хотела, она могла просто сказать, Наташа, на тебе вот это вот денежка, там, как бы вот работа. Именно вот именно хотелось мне вот, именно чтобы я донесла. Вот, и когда вот этой всей техникой вы поработали, вот для диагностики эти карты очень хорошо отвлекаются, потому что есть люди, такая, как Дегория тоже людей, когда они что-то позитивное видят, они так могут исказить эту карту. Вот, они, во-первых, не переносят чужого людского счастья, например. Вот, например, видя вот эту карту, можно сказать, вот, порасплодили там нищету. Вот, то есть, опять же, вот, мне это, и смотря, как бы, работая с этими картами, карты, вот, благодаря вашим роликам я увидела очень многие, как бы, вот, перспективы, которые я заранее даже не планировала с ними работать, в таких сферах. Вот, это и отношения, отношения с родителями, и отношения, например, там, вот, в паре, и, вот, отношения с самой собой, вот, как раз, вот, если мы будем отслеживать наши установки, то есть, как диагностики, так ли, вот, терапия тоже с этими картами, то есть, вот, спектр расширился, благодаря даже вашим роликам. Вот, и что, к чему хочу сказать, очень приятное, вот, что мы с Инной хотим вам предложить, вот, в течение двух дней, вот, с пятницы, субботы, воскресенья, вот, акцию, кто купит две колоды «Терапия счастья и время чудес» по специальной стоимости. Вот, если, и, вот, после того, как вы приобретете эти карты, для меня, у меня у вас, для вас есть подарок, это семь техник, видеотехник записанных для вас, подарок, как вот пользоваться для тех, кто, например, не знает вообще, что за инструмент, это примеры, которые я веду занятия, там занятия 30-40 минут, каждая, также прописано с текстом есть, и, например, для тех, кто просто расширяет спектр, как работает, тоже будет, тоже это интересно этих всех занятий получить. Вот. Специальная стоимость – это 1100 за две колоды, вот, за каждую колоду, например, по отдельности, это у нас 650 гривен, и мы вот на эти три дня делаем такую специальную, как бы для вас акцию, при покупке, ну, две колоды терапии счастья и время чудес – это 1100, что как раз он праздник, и скоро тоже у нас, у вас немножко позже, но все равно хочется что-то для вас приятное сделать. И, конечно, вот, ну, благодарность, что вы с нами, конечно, эти все видеотехник для вас тоже будет таким приятным бонусом, если вы покупите эту пару. Вот. Если какие-то вопросы есть, пишите, у нас еще пару минут так есть, потому что так потихонечку будем заканчивать наш эфир. Если у вас есть какие-то еще вопросы, или вот что-то вам хочется узнать подробнее, буду рада вам ответить. Был еще вопрос, в принципе, я видела в участниках эфира, правда, не видела, вопрос не был прописан, но он был озвучен ранее, вопрос по поводу, можно ли какую-то технику или что-то, не знаю, может, какую-то карту, да, вот касаемо отношений между мужчиной и женщиной. Вот. Опять же, вопрос немножечко абстрактивный, но, например, человек, я знаю, что он хочет, например, просто нужно утащить немножко, вопрос, потому что отношения в зависимости от стадии ваших отношений, то есть стоит вам не входить в эти отношения, стоит мне выходить с этих отношений, то есть немножко нужно, например, как бы вот уточнить вопрос, если мы, например, бы работали вдвоем, вот. Но так как человек, наверное, все равно знает, о чем он спрашивает, я вот просто вытяну одну карту, вот, на запрос, и вот как раз будет эта карта этим ответом на этот вопрос, вот. Не знаю, как она именно вам откликнется, вот, эта карта, кто вы на этой карте, какие у вас приоритеты в отношениях, что вам важно, потому что, например, если я, например, там была 12-13 лет назад, для меня, например, было очень важно создать семью для получения, вот, например, это, как бы, быть, стать мамой, например. И для меня, например, уже я целенаправленно шла в отношения и в замужество с целью стать мамой. И для меня это был тогда приоритет. И если это ваш тоже приоритет, то как раз вот передача знаний, вот как раз для меня это символика. Но опять же, не зная заранее всю ситуацию, полностью картины того человека, который давал запрос, немножко тяжело вот ее интерпретировать, потому что не зная, вот, что там у вас происходит и как вам откликнется. Возможно, вам какие-то другие детали станут, например, ответом на этот вопрос. Но опять же, нужно понимать, задать себе вопрос, на что вы обратили в первую очередь внимание. Вот, кто вы на этой карте? Вот, что, вот, какой отклик идет этой карте у вас? Вот, какие эмоции? Как реагирует тело на вот этот посыл? И закройте глазки, вот, воспроизведите на внутреннем экране эту карту опять же, и тогда спросите, какой основной посыл этой карты у вас? Это не обязательно сто процентов смотреть постоянно на карту, вот нужно, как бы, сделать глубокий вдох-выдох и посмотреть на внутренний экран, и спросить себя, вот, насколько мне, вот, что эта карта хочет мне донести. Вот, и потом спросить себя, является ли этот посыл этой карты с ответом на тот вопрос, который я хотела получить? Вот. Это так, например, если в одной краткий ответ вопрос, потому что мы, когда делаем, вот, работая с клиентом, то, может быть, там, и пять, и десять карт берется, бывает такое, что нужно до основной карты добрать дополнительную карту, например, там, как бы, я не вижу, например, себя на этой карте, я могу спросить, а кто вы на этой карте? Я сторонний наблюдатель, тоже может такое ответить быть. Возможно, человек не может интерпретировать, тогда мы берем дополнительную карту, вот вторую, и тогда уже вторая карта, ну, в дополнение с этой картой, уже как-то, вот, оно картину выстраивает. Но, опять же, как бы, нужно знать конкретно, с чем вы работаете, чтобы вам какой-то дать совет, или вот что-то положительное в вашу вот картину мира внести, или как-то помочь вам разрулить эту ситуацию вашу, нужно просто понимать, с чем мы работаем. Будем потихонечку прощаться. Опять же, напоминаю, У нас сейчас действует специальная стоимость на две покупки, две колоды, терапия счастья и вот, и время чудес в паре. Эти три дня будут 1100 гривен, это самая такая специальная цена, которая ранней никогда не была, и, конечно, подарочек, вот, для вас 7 техник, которые вы будете пользоваться, вот, пока, вот, для вас. Спасибо вам за сердечко, за то, что вы все время были с нами, вот, если будут какие-то вопросы, еще пишите нам в директ, вот, и не пишите, пишите мне, буду рада вам помочь. Ну, обращайтесь за картами, за консультациями с картами. Обязательно, так что, если вы не только слушали сегодня нас, вот, как вот я, ну, как бы, например, рассказала о картах, о своем пути, или вы также нас прощупывали, вот, энергетику нашу, насколько мы вам, как специалисты, откликаем. Ну, например, могу я довериться этому человеку? Не могу довериться, потому что даже я работаю порой, когда у меня есть какие-то вопросы важные, например, даже не важные, а есть возможность поработать, то я всегда доверяюсь определенным людям, потому что я знаю, что мне легче проработать какую-то тему, даже платно, я тоже беру платные консультации, потому что деньги – это такой инструмент, который ты оплатил, и ты знаешь, что ты рассчитался, вот, что ты никому ничего не должен, вот. Так что, так что… Есть вопрос еще? Я? Я не вижу вообще, я только вижу, кто присоединяет. Вопрос есть, вопрос есть, какая подсказка может быть, чтобы увеличить собственный доход? Подсказка может быть, вот. Это, конечно, нужно понимать, что с одной картой, ну, как бы, тоже не видим, но мы все равно возьмем одну карту, потому что это всех вопрос волнует. И вот такая… Ты как раз заговорила про деньги, да? Смотрите, видите, деньги мы говорили. Обалденно просто, да. И что я понимаю, что деньги к деньгам. Вот для меня сразу пришло, вот, например, что сразу нужно человеку какие-то установки, вот, что всегда деньги к деньгам. И я даже, вот, еще есть у нас пару секунд, хочу вам просто сказать, что, вот, опять же, чем больше я вкладываю, тем больше я получаю. Вот, ну, хотите верьте мне, хотите не верьте, но это вот мой принцип. Чем больше я вкладываю что-либо в себя, в обучение, в какие-то там познания, тем больше идет, как бы, как бы, обратная, как бы, вот волна. То есть, я к тому говорю, что не знаю, вот, как человек в эту карту отвлекается лично, но деньги к деньгам. Все, девочки, будем закругляться, а то у нас сейчас эфир не сохранится, все-таки хочется сохранить эфир. Все, тогда всех обнимаю, целую, надеюсь, мы вам были сегодня полезны, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо всем, кто был, и тебе, Наташа, большое спасибо за эфир. Спасибо, что ты нашла время с нами побыть, пообщаться, и также задать мне вопросы. Всего хорошего, до новых встреч. Пока. Счастливо. Пока. Пока.